Видно так, сверху, всевышим было сказано или дано, что в самом центре Евразии есть такое государство. С нас берут пример. Ребята, всем привет. Партия Нур-Атан провела свой митинг, который она сама себе разрешила в Астане, в Нур-Султане. И таким образом она показывает общество, что готово самоубаюкиваться тем, что в Казахстане мир, стабильность и порядок. И пытается это мнение навязать всему обществу. И заодно сказать, кто все-таки готов нарушить эту стабильность, указывая при этом на Запад и на беглых олигархов. Вообще, конечно, по поводу беглых олигархов она в таком уничижительном тоне говорила. Ну и сразу, конечно, ассоциации у меня в отношении наших казахстанских олигархов. Они что, беленькие и пушистенькие у нас в Казахстане, сидящие там, особенно в Акарде? Закажите обратное. Вот это было бы интересно. Ну и вот. Оказывается, я так понял, согласно мессенджеру этого митинга, который Нуратан сам себе разрешил, все те, кто в Казахстане инакомыслящие, недовольные тем, как у нас дороги делают, как у нас выборы проводят, какое у нас образование, здравоохранение. Все мы, и вот это мнение, которое у нас есть, это, оказывается, нам навязал Запад. Мы инструмент Запада и олигархов. И нами манипулируют. Ну а все те, кто считает, что мы живем хорошо, что, как по Хабару, это вот Нуратан. Мы, Нуратанцы, мы должны стоять плечо к плечу на этом митинге с такими единоверцами, что у нас все хорошо. Что интересно, на этом митинге там они говорили о каком-то прогрессии, мы прогрессивная страна. Вот. Смешно, а со стороны все это выглядит, кого хотят они, кого они хотят убедить? Убедить общество, сами себя. Вот этого я вот не пойму. У нас, когда 30 лет тому назад Казахстан сводился в том плане, что стал независимым, когда Советский Союз распался, заводы, фаблики, все это же работало. Тяжелая, легкая промышленность, аграрный сектор. Куда это все подевалось? Все похерили. И ничего этого уже почти нету в Казахстане. Живем за счет вот того, что у нас газ и нефть есть. Продают на запад. Кто обогащается? Кто все это прихватизировал у нас? Я думаю, здесь я не буду дискуссию разводить. Все мы и так знаем. Вот. А теперь они говорят о том, что у нас мир, стабильность и порядок. В принципе, это, наверное, единственное, что и чем они могут козырять. Если у нас мир, стабильность и порядок, и они постоянно об этом говорят, значит, они имеют в виду, что кто-то может это все у нас отнять. А это уже вопрос страха. Влияние и манипулирование общественным мнением воздействует на страх. И они дают понять, что если придут оппозиционеры, то обязательно будет дестабилизация в стране. Ну, мира не будет. Вот. И таким образом вы уж лучше нас терпите, да? Мы, ну, мы-то свои, ладно, мы там прихватизировали, ладно-то, там, что-то кидаем вам от продажи газа нефти. Конечно, жирные куски у нас остаются. Но вы терпите, это лучше. Ну, худой мир лучше, чем, там, какая-то война. Так что терпите нас. Этих оппозиционеров лучше не пропускайте. Лучше не подпускайте к себе близко. Вот. Если не хотите, чтобы в Казахстане что-то случилось. Ну, вот. Это их аргумент. Все, больше у них ничего не осталось, кроме, я так понял, как играть на нашем страхе. Вот. Конечно, часть общества какая-то ведется на ихнюю вот эту пропаганду. Вот. Но это общество сужается. И мы это видим. Оно сужается за счет того, что общество более прогрессивное в Казахстане начинает прозревать. Вот эти выборы 9 июня, они как раз и показали, на этих выборах общество, даже на легитимном поле, которое власть создала по вот этим нечестным правилам, даже там эта власть умудрилась проиграть. То есть люди голосовали за Казанова, не столько как за него, а как использовали эту строку против власти. И власть проиграла. Это очевидно было. Вот. И смотрите, как живет Америка, как живет Франция, как живут другие страны Европы, с цивилизацией Грузии, которая недавно была в составе Советского Союза, где была преступность больше, чем у кого-либо. Как она перестроилась. А все, почему? Потому что там власть сменяется, сменяема власть. Приходит оппозиция через каждые 4-5 лет посредством честных и свободных выборов. Никакой войны, никакой дестабилизации, а только лишь настоящий прогресс. То, что предлагает нам эта власть, эта партия Нуратан, это болото сплошное. Это туда нас, в прошлое, откидывать. Они и так 30 лет нас туда увели назад, теперь будут и дальше везти. Вы знаете, они создали болото. А в болоте лучше ничего не делать, действительно. Потому что чем больше ты двигаешься, вот в этом болоте, да, чем быстрее тебя засасывает, и ты уходишь в никуда. И единственный способ справиться с этим болотом, это поменять политическую систему. Убрать ее. Вот, для того, чтобы были и работали институты демократии в Казахстане. Пока этого нету. Мы в болоте. Вот и все. На фоне этого, сегодня, кстати, были и другие митинги, которые разрешила власть. Это вот в Алматы и в Астане. В Алматы, возле там Сара-Арка. Это почти, по-моему, за городом и в Астане. Вот. Я бы эти митинги назвал политической, я бы сказал, резервацией для инакомыслящих. Эти митинги, они были и сами по себе, по ситуации, они не опасны для властей. А если эти митинги не опасны, значит это пшик. Каким образом митинги могут влиять на решение властей? Каким образом митинги могут влиять на решение властей? А значит, все те, кто пришел на эти митинги, могут влиять на процесс управления собственным государством. В том случае, если эти митинги проводятся там, где народ хочет сам собраться. Вот. А там, где власть указывает, их может услышать только птички. Вот и все. Если это и есть форма диалога, который сейчас власть, как бы, получается, опять навязывает, то это не что иное, как хорошее, забытое, старое. Это преемственность политики Назарбаева. Он за 30 лет вот эти митинги тоже разрешали. Тоже вот в этих местах. И в итоге власти мессендж народа, там который собирался, ну, он не доходил до властей. Потому что власть никогда не будет считаться со слабыми. А когда власть указывает народу, где ему собираться, хотя не власть источник государства, а народ источник власти, и народ должен определять, где ему собираться и проводить митинги. Вот. Ну, а когда власть начинает указывать, где проводить митинги, ну, за городом, вот, она, во-первых, их никогда не услышит, во-вторых, эти митинги слабые, вот, и она не будет считаться с мнением этого митинга. Тем более, на эти митинги пришли, ну, небольшое количество людей, что в Омаде, что в Астане. Вот. Да, конечно, люди неравнодушные, люди пришли, рассказали о своих чаяниях, вот. Но это уйдет все никуда. По крайней мере, это лично мое мнение. Может быть, там какой-то чиновник услышит что-то, как-то, вот, допустит, что-то, может быть, сдвинется там. Но эффект все равно никакой от этого. Вот. Вот. Вот это форма диалога. Ну, я вот полагал, что все-таки, это полагал, блин, что все-таки вот этот новый президент от старой власти, старый президент, Атакаев все-таки начнет какие-то там реальные подвижки, реальный диалог с народом. Но то, что вот этот формат они предлагают, это, конечно, никуда, ни в какие рамки не вылезает. Это продолжение старого. Вот. Это тот старый баян, который уже не играет. Лучше я могу сказать по этому поводу. Вот что я думаю по поводу сегодняшних митингов, которые прошлись в Казахстане. По поводу разрешенных митингов. Ну, Ротан, что вы там собираетесь? Кому вы хотите что-то доказать? Вы уже прошлые. А, мягко говоря, вы уже сами того не понимая, как сами двигаетесь на свалку истории. Скоро вы там не окажетесь. В общем, у кого что есть сказать, оставляйте свои комментарии под видео. Будет интересно подискутировать на эту тему. Ну, а кому ролик понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Там вот есть колокольчик, на него тоже нажимайте. Это будет возможность для вас. Если я что-то, какие-то ролики выпускаю, на вашей стене в Ютубе будет это сигнализировать, появляться. В общем, как-то так. Всем пока. Я не буду говорить на камеру, потому что мы устали так жить. Когда Назарбаев стал президентом, я радовалась. Я думала, ну, теперь, как человек советского воспитания. Мы с ним почти на весике. Я старше на полтора года. И что мы от него ждем? 30 лет обещаний. Коррупционеров выпустить на свободу. Мальчистки обокрали киотку, брали 2 кг мороженого и коробку шоколада. По 4 года дали детям. А коррупционеров вот это меня убило. Я с этих пор стала ненавидеть. 56 лет. Простите, я не народ ненавижу. Я ненавижу нашу власть. Ненавижу. Поставил Токаева, который в 2000 году объявлял охоту на ведьм, который предвестник, как бурвестик, предвестник бурвемчакой. Сколько можно так, ну, это, он же создал партию, Нуратан. Для чего он создал? Для поддержки его. Кто в Нуратане? Кто у нас коррупционеров по 150 миллионов воровал? Нуратановцы. Нуратан – это колыбель коррупции, крыша коррупционеров. Я не боюсь, пусть меня расстреляют, даже я за классный умереть. Мы пережили войну. Мне 81 год, я живу одиноко. Всем во всех странах, детям войны. Вот я просила, чтобы хоть раз в неделю приходил в советское время, было приходил Канцовета. Мамы идти убрать, да, во-первых, уходить, да. Мне ответили, мы, стариков, не обслуживаем государственное обеспечение. Мы что, не люди? Мы, старики, я, 56 лет живу в этом городе. Мы с мужем строили этот город. У меня здесь похоронен, мусор, и еще когда куда-то я иду, я не могу жаловаться, я вот, у меня вот столько документов, не знаю, кому отдать, 15-го года я в арке. Хожу к жаловам.